В Архангельском музее изобразительных искусств открылись две выставки, посвященные Пинежскому району, родине Фёдора Абрамова. Обе приурочены к празднованию столетия со дня рождения знаменитого северного писателя. Пинежская земля стала объединяющим началом для двух выставок в Музее изобразительных искусств в Архангельске. Экспозиция там у пенигиряки посвящена художественному наследию края. Гости могут узнать о неповторимом мастерстве пинежан и их обычаях. В прежние времена по поводу какого-то праздника варили пиво и наливали с этого сосуда пиво. Собирались все деревни, пряли, тут же пели. Было общение у людей. Это их объединяло. Еще в 60-е и 70-е годы прошлого века музей собрал коллекцию народного костюма, головных уборов и других предметов, которые характеризуют особенности культуры пенижского края. Здесь же представлено духовное наследие, иконы и деревянная резьба 15 века. Вот эта выставка, она как бы погружает нас вот в эту глубинную культуру края, без которой невозможно ни сегодня, ни завтра не двигаться вперед современному человеку, и знать ее, и понимать, и красоту всех этих предметов. На второй экспозиции Веркало «Самая прекрасная страна» можно насладиться пейзажами заслуженного художника России Всеволода Ведякина. Он не раз бывал в Веркале. Не раз я был на пенижье в те советские времена еще, и когда были лихие годы, 90-е, это считаю, что было начало какой-то творческой деятельности. Изображены как раз от жизни монастыря, нет, то есть архитектура монастыря и деревенские мотивы. Мне понравилась картина «Веркало весна», использованы очень яркие красивые краски, они отражают красоту природы, определенное настроение, вот, очень хорошо подобраны цвета, гармонично. Этими выставками музейное объединение встречает столетие Федора Абрамова. Наша задача и вот этих праздничных мероприятий, и информационных мероприятий – это катализировать чтение Абрамова, потому что это литература, и ее нужно читать. Полюбоваться художественными образами пенижья жители города смогут до 20 мая. Владлена Романова, Александр Богданович, Ольга Красулина, Регион 29.